Мы хорошие, понимаете, вот понимаем мы или нет, как этот мир устроен, от этого ничего не меняется. Вот он устроен, как он устроен. Законы, которые здесь происходят, они будут действовать. И законы такие, что Бог соединяет людей. Не я сама себе кого-то нашла, а Бог. И Он вас держит вместе, Он тратит на это силы свои божественные. Если вы разрушаете, хорошо, дальше будет жесть. Лучше вернуться назад, если не успели. А если уже не можете вернуться, тогда надо все равно возвращаться назад в своем раскаянии, в своей молитве, чтобы этот путь назад все равно пройти до человека в сердце. Чтобы у человека в сердце было облегчение, и у вас чистота в сердце, понимание, что так нельзя делать. Даже человек ошибся, Бог может простить, но ты должен пройти свой путь назад. К новому человеку можно прийти только через старого. Надо вернуться назад, и Бог дальше тебе или этого оставит, или нового даст. Но если ты ушел туда, дальше идешь, там пустота. Всегда только назад победа, туда пустота. Если мы рушим то, что Бог сделал, Бог не будет ничего давать нового. Нас будет воспитывать. А если я согласна с тем, что я ошиблась, совершил неправильный поступок, мечта моя меня завлекла, мечта. Видите, как опасно. Сейчас современный психолог говорит, мечтай, и все у тебя получится. Не мечтать надо, а жить правильно. Изучать, что такое любовь настоящая. Нас манит вот эта вот влюбленность, хочется того, чего нам хочется. Надо понять, чего вот Бог может нам дать, и жить с этим, терпеть, принимать. И там будет счастье в этих отношениях. Мы думаем только, когда мечта выполнится, осуществится. Тогда будет счастье. Нет, мои хорошие. Счастье будет, когда мы выполним свой долг перед Богом. Тогда будет счастье. Вот Бог дал человеку. Надо с ним достичь счастья. Потому что всегда кажется, что где-то на стороне лучше. Так устроен человек. Нам всегда кажется, что что-то другое лучше. Но это иллюзия. Виада объясняет, что есть шесть врагов человека. Враги – это демонические такие силы, которые просто нас засасывают, наше мышление. Мы теряем правильное представление о жизни. И потом разрушает судьба. Первый враг человека называется вожделение. Или мечта. Мечта вот эта вот, картинка вот эта. Это что у меня вот, как бы, по-другому все должно быть шесть. И просто эта картинка взяла, как меня засосала. И я мужу, который как бы жил со мной, верил, что все хорошо, уже дети есть с ним. Я ему сказала – прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда, под белым небом января. Прощай. И ничего не говори. И ничего не обещай. Чтоб понять мою печаль. Густое небо посмотри. Чао, бомбина. Сори. Ну, хорошо. Раз ты такая жестокая, значит, Бог тебя накажет за это. А он в шоке вообще. Ну, че он такое сделал-то вообще? Нормально был. Ну, не такой сильный, крепкий, как хотел. Ладно. Ну, я же по-доброму себя вел с тобой. Чего тебе не хватало? Не хватало мечты. Мечты не хватало. Это очень опасно так себя вести. Потому что мечта – это враг человека, это демоническая сила, которая разрушает человеческую жизнь. Картинка возникла в голове. И все. И она уводит человека из семьи. Увидел себе мечту свою. Бросил жену с детьми. Пошел. Бог будет сильно наказывать. Сильное оскорбление судьбы. Бог держал людей вместе, создавал семью. Ты раз – пошел куда-то с тобой. Нехорошо. Второй враг человека называется гнев. Гнев – это сила, которая, ну, просто из справедливости. Вот я правду знаю. Я знаю, как правду. То есть человек правду ставит выше любви. И он, я же за правду. И я на человека разгневался. За правду. Особенно опасно гневаться на старших и возвышенных людей. За правду. Особенно также опасно критиковать духовно развитых людей другой веры. Считая, что они плохие, неправильные. Разгневался на человека, на любого. Гнев разрушает тебе видение чистоты людской. Ты только грязь начинаешь видеть. Гнев потом расширяет твое видение грязи. Ты начинаешь в больших людях видеть грязь. В больших людях. Все больше людей критиковать. И этот процесс никогда не останавливается. И еще сейчас что происходит? Люди, чтобы подтверждение своей критики, своему гневу найти, они лезут в интернет и там всю грязь собирают. Потому что сейчас найти критиканов несложно. Для этого надо просто залезть в это дерьмо, которое называется интернет. Понимаете? И в результате ты там в этом интернете, вот, ничего, никакого интерда не найдешь. Понимаете? Будешь там в этом дерьме сидеть и все больше критиковать. Все больше критиковать. То, где ты оскорбление совершил. Критикуешь государство, значит, будешь все больше его критиковать. Критикуешь святых людей, будешь больше критиковать. И так далее. Называется гнев. Или поиск правды. Не там, где надо. В результате человек теряет возможность видеть чистоту. Жизнь его идет под откос. Он становится очень грязным, как личность. Теряет себя. Следующий враг человек называется жадность. Край разгубил. Жадность. Это враг демонической силы. Что такое жадность? Человеку говорят. Да чего ты? Мучишься-то. Вот они ключи от квартиры. И деньги лежат. Бери. Пользуйся. Живи. О том, что потом надо в два раза больше заплатить будет, если не в три. Никто не говорит. И о том, что ты потом в рабстве будешь в этой квартире жить. Потому что человек не может быть счастлив. Понимаете? Клетку можно сделать очень красивую. Такую благоустроенную. Но птица бывает счастлива только на свободе. А если человек попал в клетку своей ипотеки, он не может быть счастливым. Потому что он живет в зависимости все время. Ему хочется освободиться из этого долга. Он мучается, как птица в клетке. А лучше бы ты жил на свободе в своей маленькой квартирке. Как мультфильм «Чаполино» был. Там такая Чаполино в своей маленькой квартирке. Голова и домик такой. Да своя. Жадность делает человека напряженным. Он начинает очень много работать. У него нет свободного времени. Нет возможности общаться с друзьями. Спокойно покушать. Уделить время детям, жене. Отдохнуть. Полечиться. Все это не украдет жадность. Некогда работать надо. Так в результате он истощается. И истощает до тех пор, пока не разваливается семья. Поэтому, виды говорят, есть три дороги. Первым путем пойдешь. Себя потеряешь. Это гнев. Вожделение. Вторым путем пойдешь. Коня потеряешь сколько? Жену. Это жадность. Вроде бы все хорошо. Ты там ипотека, квартира. А в результате того, что времени нет, люди теряют любовь. Некогда любить. Надо работать. Теряются силы постепенно. Сохнут, сохнут люди. И потом уже не могут вместе жить. Потому что нет любви, нет счастья. Все постылило. Хотя квартира уже выкуплена вроде бы почти. Или выкуплена. Уже счастья нет, потому что разрушены отношения. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия это водка, сигарета, наркотики. Это когда человек счастья хочет, дешевым способом добыть. Казино. Результат деградации. Это вот первый путь. Себя потеряешь. Третий путь это счастье найдешь. Себя обретешь. Это путь благости, путь знания. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Гнев это когда ты правды ищешь, а злоба, зависть это когда ты уже правды не ищешь, а просто не любишь кого-то и все. Это разрушает жизнь всю. Удачу разрушает человек. Бог не любит такого человека, не дает ему удачу в жизни. Нет удачи у таких людей, которые постоянно не любят кого-то в жизни. И последний враг человека называется безумие. Безумие это уже с прошлой жизнью мы что-то сделали, не так. Потом бац, шизофрения, человек заболел, эпилепсия. Это наказание очень суровое такое, которое побеждается только сильной молитвой. Милостью Бога побеждается безумие. Безумие это психические заболевания, когда дух заходит в человека и дает ему жить нормально.